Добрый день, дорогие мужчины! Сегодняшнее видео для вас. Посмотрев его, вы узнаете, как легко, без ошибок, не затратив много времени, купить духи в подарок вашей любимой женщине. И главное, не наделать много ошибок. Ну что же, для начала я расскажу вам, на какие большие группы делятся духи по своей цене и по качеству. Первая группа называется Mass Market. Это недорогие, непритязательные, не очень стойкие, не очень интересные, но совершенно неплохие и приятные ароматы, которые вы можете найти в магазинах, где продается много косметики или даже какие-то хостовары. Но все-таки, дорогие мужчины, я думаю, что эти духи больше подойдут в подарок вашим юным дочерям или младшим сестрам. А также вы можете их купить, если вы студент, и ваша избранница тоже студентка. Тогда этот подарок будет уместен. Следующая, вторая группа – это люксовые духи. Вы их все знаете. Вы их видели много раз, и наверняка очень многие из вас ими пользуются. Одеколонами, авторшейф. И ваши женщины тоже, конечно же, это Lancome, Chanel, Calvin Klein, Estee Lauder. Ну, все самые популярные ароматы. Ну, вы, конечно, знаете, где их можно найти и где их можно купить. Вот они уже более интересные, они немножко подороже, чем предыдущая группа, и они уже достойны того, чтобы их подарить вашей любимой женщине. Третья группа, самая интересная, называется Нишевая. От слова «ниша» – это небольшие компании, которые, ну, сейчас уже они немножко подросли, выросли, не такие уж они и маленькие, которые как бы каждая занимает свою нишу. От этого и пошло название. Их еще называют «селективные». Я бы очень вам советовала обратиться в эти нишевые бутики за советом, потому что там очень интересный аромат. Чем же отличаются нишевые ароматы от, например, люксовых? В нишевых компаниях, в нишевых домах парфюмер практически не ограничен в возможностях. Он может создавать любые ароматы. Ему хочется создать что-нибудь такое, чтобы всех удивить. А в люксовых компаниях создают ароматы, которые хотелось бы, чтобы понравились всем, потому что их выпускают миллионным тиражом. Теперь вопрос. Как же выбрать? Вот вы пришли в магазин, а там 100 флаконов и улыбающийся продавец. Что же делать? Так вот, перед тем, как прийти в магазин, я дам вам один совет. Просто сфотографируйте все флаконы вашей жены, вашей женщины, которые у нее дома. Только не забудьте, что они могут быть в ванной, в коридоре, в спальне, в общем, по всему дому. И с этими фотографиями уже идите в любой магазин, который вы выберете. Покажите их продавцу и скажите, я бы хотел купить что-либо подобное. Это в том случае, если вы совсем не хотите заморачиваться. Вам просто дадут что-то подобное, вы его не глядя купите. Все, подарок сделан. Но если вы все-таки хотите приложить немножечко больше усилий, ну, тогда вы можете прийти в магазин и сказать, я бы хотел цветочный аромат. Ну, вы понимаете, цветочный будет пахнуть цветами. Или, например, вы можете сказать, я бы хотел свежий, цитрусовый. Да, свежий, цитрусовый. Вы понимаете, он будет пахнуть свежестью и цитрусами, может быть, скошенной травой. Или, например, вы хотите сказать, хотел бы что-нибудь сладенькое, какой-то сладкий аромат. Ну, вам предложат что-то сладкое. Или восточное. Вот четыре большие группы, которые вы можете подумать об этом. Что именно вы хотите? Цветочное, цитрусовое, сладкое, они называются бурманские. Или восточное. Это такие самые большие группы ароматов. Подумайте, какой из них вы бы хотели. Когда вы спросите у девушки какой-то конкретный аромат, она вам предложит, ну как, она побрызгает вам блотер. Блотер – это такая маленькая бумажка, на которой она побрызгает вам парфюмом, чтобы вы понюхали. Ну, вы же должны знать, что вы покупаете. Мужчины, один серьезный совет. Никогда не кладите блотер с духами в ваш карман. Мой один знакомый так сделал и пришел с этими духами домой. Ну, что было дальше, наверное, рассказывать не надо. Еще могу сказать, что ароматы продаются, духи продаются в основном в трех разных по величине флаконах. Это 30 миллилитров, 50 и 100. Это такие самые основные. Так вот, я вам советую купить не 100 миллилитров духов, которые были выпущены 10 лет назад, а лучше 30 миллилитров, которые были выпущены вчера. Это более интересно. И я уверена, что ваша любимая женщина это оценит. Всегда интереснее получать в подарок новый аромат. Ну, наверное, практически и все. Все я вам сказала. И в конце, когда вы уже преподнесете подарок, вы можете рассказать своей любимой женщине, как вы выбирали. Что вы хотели, подумали, может быть, свежая, может быть, такой-то. Или вот я пошел в нишевый бутик. Ей будет приятно понимать, что вы выбирали ей подарок. Вы можете удивить ее своими знаниями о парфюмерии. Удачи вам, дорогие мужчины. Надеюсь, что вы выберете достойный аромат. Пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить лайк. Мне это очень-очень важно. Спасибо всем. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok